Это программа День с толком, студия Анастасия Драган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Недалеко до штрафа. Кому нужно успеть отчитаться о доходах за прошлый год. Перед нашествием кровососущих, когда в столице края начнется санобработка территории от клещей и комаров. Летающий ежик или умный робот-беспилотник. Барнаул – родина одного из лучших инновационных проектов страны. Россиян в мае в общей сложности ждут 7 праздничных выходных. Но в случае необходимости получить экстренную медицинскую помощь в эти дни будет возможно. В длинные выходные в круглосуточном режиме будут работать стационары, травмпункты, а также бригада экстренной помощи. Что касается поликлиник, колл-центров и служб неотложной помощи, рабочий денег сотрудников сократится. Он будет заканчиваться в 15 часов дня. При этом в длинные выходные, обращают внимание медики, будет возможность вакцинироваться от нового штамма коронавируса Арктур. Привиться можно будет и от клещевого энцефалита и моноглобулином. Его можно получить по страховке. Если ее нет, то препарат придется приобрести за деньги. Несовершеннолетним его ставят бесплатно. Также есть йодотиперин. Он подойдет уже взрослым, которые контактировали с клещами. Купить его можно в аптеках. Всего будет два праздничных периода – с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Между ними медучреждения будут работать в штатном режиме. В Алтайском крае в три раза выросли объемы высокотехнологической медицинской помощи. За год ее получили 18 тысяч жителей региона. В следующем сюжете расскажем, за счет чего в крае усиливают государственную медицину. Об этом учреждении знают в разных уголках страны, ведь здесь лечат не только железнодорожников. Так, в клинике обслуживается более 30 тысяч жителей края, в том числе 13,5 тысяч работников железной дороги. Больница приходила на помощь и в пандемию, когда здравоохранение переживало не лучшие времена. Наверное, роль этого аппарата мы оценили в пандемийный период, когда более тысячи исследований делали. Безостановочно работали. И, конечно, это наша была палочка-наручалочка для экстренной больницы. Мы все-таки интегрированы в помощь нашего территориального здравоохранения. Мы планируем расширить приемный покой. Я думаю, что к концу года мы зайдем в эту историю для того, чтобы нам разделить потоки пациентов на плановую, на экстренную специализацию. Ну, это очень хорошо, что и государственные учреждения, и ведомственные учреждения, особенно такие большие, с историей хорошей, с репутацией очень мощно, друг другу помогают, взаимодействуют. И в конечном итоге на всех жителей края нашего работают. Сегодня больницу посетил губернатор края. По словам Виктора Томенко, в регионе работают над тем, чтобы высокотехнологичная помощь была доступнее. Так, за последние 10 лет количество пациентов, которым была оказана такая помощь, увеличилось почти в три раза, а это более 18 тысяч человек. Половина из них – сельские жители. Мы за последние годы хорошо, очень благодаря национальному проекту, здравоохранение обновили. Оборудование тоже за счет государственных средств. Почти 4 миллиарда рублей. Купили больше семи сотен новейшего ворудования, тоже современного. В прошлом году здесь впервые в истории больницы начали оказывать высокотехнологичную помощь по федеральным квотам. Сколько лет можно сказать в год высокотехнологичных операций или помощи высокотехнологичных? В целом у нас 8 видов, по 17 в общем. И если посчитать пациентов, то это сколько? Ну, получается порядка 400. Виктор Томенко напомнил, что также регион работает над устранением дефицита кадров среди медиков. Во многом помогает проект «Земский доктор, сельский фельдшер». В этом году на него заложено 135 миллионов рублей. В правительстве полагают, что на работу устроится не меньше 120 человек. А всего за последние годы в малые города и села региона привлечено порядка 1700 медиков. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. Алтайский край и Санкт-Петербург намерены укреплять межпарламентские связи. Накануне законодательное собрание двух регионов подписали соответствующее соглашение. Встреча прошла в парламенте Северной столицы, Мариинском дворце. Подписи под документом поставили председатель ЗАГС Санкт-Петербурга Александр Бельский и спикер КЗС Александр Романенко. Соглашение о сотрудничестве позволит усовершенствовать законодательную базу двух регионов и повысить качество принимаемых правовых актов. Отмечается, что в приоритете совместной правотворческой деятельности вопросы по обеспечению защиты прав человека и гражданина, социальной защиты, местного самоуправления, развития культуры, образования, спорта, туризма. Мы постановление приняли на прошлой мартовской сессии. Принято было единогласно. Ни у кого не возникло сомнений, почему именно мы с Санкт-Петербургом подписываем соглашение. Это город, который, наверное, не оставит никого и не оставляет никого равнодушными со всеми его традициями, достопримечательностями. Самое главное для нас, конечно, это народная дипломатия, когда мы обмениваемся той информацией, которая есть у нас, те законопроекты, которые готовим мы. Мы как большой регион, конечно, федерального значения, в первую очередь. Для нас очень важно и те законопроекты, которые готовите вы, те идеи, которые у вас есть, взаимодействие между нашими депутатами обязательно. У жителей края осталась неделя, чтобы успеть подать налоговые декларации за 2022 год. Уведомить нужно о продаже автомобиля, либо жилья, сдаче его в аренду, при получении дорогих подарков, либо выигрыши в лотерею. Иначе грозит штраф. 5% за каждый месяц просрочки представления декларации. Не менее тысячи, но не более 30% от суммы, подлежащей к уплате налога. До 2 мая россияне должны предоставить в налоговую службу декларации по форме 3НДФЛ. По данным, которые в ней указаны, рассчитают размер налога, который нужно оплатить позже. Начисление сделают во второй половине 2023 года. Подальше декларации можно через личный кабинет налогоплательщика, на бумажном носителе, лично или по почте, и в МФЦ. Также до 2 мая предоставить сведения о полученных доходах за прошлый год должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, работающие в частной практике, и адвокаты. Отметим, что на сегодняшний день в Алтайском крае подали 110 тысяч деклараций, большинство онлайн. Почти 70% из них касаются вычета за приобретение жилья. Беспилотный летательный аппарат, созданный преподавателями Алтайского вуза, совместно с разработчиками Кванториума, занял призовое место на международной выставке инноваций в Санкт-Петербурге. Об одном из лучших инновационных проектов страны расскажет Юлия Щепина. Образовательный конструктор программируемого беспилотного летательного аппарата творения барнаульских умов. Его основная задача – научить детей и взрослых конструировать и управлять им в безопасном режиме. Беспилотник назвали ежиком, а на разработку конструкции ушло около четырех месяцев. Она имеет защитный корпус и, соответственно, в процессе обучения, когда мы по каким-то причинам его начинаем долбить об стенах, потолок, пол и так далее, может быть, товарищи пытаемся соударить, у нас никаких негативных последствий не происходит. Обычно для обучения пилотированию создают специальные условия. Помещение, оборудованное летательным кубом и ограничительной сеткой. При использовании ежика такие конструкции не нужны. С этой разработкой на международной выставке инноваций «Хай-Тек-2023» в Санкт-Петербурге команда стала лучшей в своей номинации. Прелесть таких выставок состоит в том, что мы можем посмотреть, чем занимаются ребята и такие же центры во всех регионах нашей страны. В том числе было много гостей из Белоруссии, из Казахстана, из Китая. И мы сравниваем свои разработки, смотрим, что у них есть новенького, что требуется сейчас на рынок, какие потребности существуют. Поэтому, конечно, это такой бесценный опыт. Останавливаться на достигнутом разработчики не собираются. В планах усовершенствование проекта и его масштабирование. Также во второй итерации этого конструктора, над которым мы сейчас работаем, сюда, соответственно, будет добавлена возможность установить различные датчики. Это будет полноценный робот. То есть помимо того, что мы можем им управлять с пульта, мы можем его программировать на выполнение ряда задач. К примеру, при установке датчиков расстояния будет возможность программировать робота на обход препятствий. Это позволит изучать алгоритмы уклонения от столкновений. С 1 мая в Барнауле планируют приступить к обработке территории от клещей. Проводить ее будут с использованием разрешенных препаратов. Так только в индустриальном районе опрыскают больше 160 гектаров. Это 39 участков. А также зеленые зоны микрорайона Новосиликатного и Власихи. Закончить обработку в городе должны до конца мая. Позже борьба начнется с другими кровососущими комарами. На это мэрия Барнаула затратит почти 800 тысяч рублей. Подрядная организация с 22 мая до начала августа обработает от комаров 25 зон. Среди них Нагорный парк, Сквер Химиков, Мизюлинская роща, Площадь Победы, Юбилейный парк и Обской бульвар. Также специалисты планируют потравить насекомых на берегах водоемов, в том числе в пригороде. Добавлю по словам местных ученых, этим летом в крае ожидается буквально нашествие кровососущих. Сегодня в Барнауле почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, крупнейшей техногенной катастрофы 20 века. Сейчас в Алтайском крае живет около полутора тысяч тех, кто 37 лет назад отправился в город Припять устранять риск дальнейшего распространения радиации. Авария случилась 26 апреля 1986 года. Рано утром произошел взрыв на четвертом энергоблоке. Радиоактивному излучению подверглось больше 200 тысяч квадратных метров. Большая часть этой площади – территория России, Украины и Белоруссии. Из-за взрыва Чернобыльской АЭС свой дом были вынуждены покинуть 116 тысяч человек. Экстренно в Советском Союзе собирали бригады для ликвидации последствий. Из Алтайского края туда отправилось 2,5 тысячи человек. На тот момент еще не было понятно, насколько серьезно такой уровень радиации отразится на здоровье. У многих впоследствии развилась онкология, они получили степень инвалидности. Сейчас в регионе проживает около полутора тысяч очевидцев тех событий. Супруга одного из известных в свое время монгольских лидеров, Цеден Бала, была русской. Именно ей посвятили доклад гостей из Монголии на 15-й по счету международной конференции, которая прошла в техническом университете. Ее посвятили сотрудничеству между странами. Говорили на русском, хотя большая часть ее участников – иностранные студенты того же политеха и классического вуза. Русский язык, как вы знаете, это один из самых трудных языков в мире. А какие, может быть, самые сложные были слова для тебя? Как каждый день у нас много слов, которые, по-моему, очень трудные. Например? Например, достопримечательность – первое слово, которое было очень трудно для меня. 20-летняя Клеса Семчоу из Тога учится в политехе на подготовительном факультете. Потом его ждет машиностроение. Попал в Россию в числе лучших студентов своей страны. Русский не знал от слова совсем. За полгода научился не только хорошо читать и писать, но и говорить. Сегодня он докладывал на русском о сотрудничестве Тога и России. Впервые с начала пандемии в Барнаул приехали и гости из Монголии. Попрактиковаться в русском всегда рады. Тем более, что сейчас в их стране наш язык уже не так популярен. Число занятий русского языка в средней школе уменьшается и в связи с политикой образования. А количество часов английского языка, наоборот, растет. Каких-то читаете российских писателей, поэтов, может быть, кого-либо? Конечно. Для меня Пушкин – это самый знаменитый, замечательный писатель. А что-то знаете из него, может быть, стихотворение какое-то? Нет? Конечно, я знаю. Но это… Сложно, да, сейчас будет? Керинг. Знаете, я помню чудное мгновение. Передо мной явились ты, как мемодельное видение, как я нечистая красота. Всего на конференции сегодня представят 11 докладов. Раньше бывало и по 50. Но в политехе не гонятся за количеством. Ведь темы докладов интересные и даже необычные. Меня сейчас сильно заинтересовал наш гость из АГУ. У него доклад «Россия-Афганистан. Интересные страницы сотрудничества». То есть, вообще, мы же, как бы, Россия-Афганистан знаем, там, афганские изломы и прочие такие ужасы, да. А оказывается, были очень интересные, позитивные моменты. То есть, здесь многое, что нас объединяет. Девочка из Монголии подготовила доклад про жену монгольского лидера 60-х, 80-х годов Циденбал. Она была русская. Вот. Циденбал Филатова. Она очень много сделала для развития вообще Монголии. Организаторы конференции надеются, что их детище будет развиваться. И в следующем году участников будет еще больше. Так же, как и любопытных докладов. Но для студентов-иностранцев такие мероприятия – еще один шанс. Влиться в российское образовательное пространство. И почувствовать себя в России комфортно. Ведь нашему герою истога зеленая природа и океан все-таки ближе и роднее красивой и долгой белой зимы. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День Столка. Государственный художественный музей края достроят в 2024 году. Об этом сегодня в рамках правительственного часа в КЗС сообщила министр культуры региона Елена Безрукова. По ее словам, в завершении работ на самом известном долгострое, которому уже 10 лет, компетенция Министерства строительства «Минкульт» в ответе за приобретение произведений искусства. На данный момент в наличии лишь одна десятая экспонатов для огромного числа залов музея. Депутаты заинтересовались и тем, как обстоят на сегодняшний день дела с краеведческим музеем, который закрыли на реконструкцию еще два года назад. Он сейчас не подлежит невкусному программу капремонта, а что с ним вообще происходит? Он стал лучше? Он теперь не разрушается? Он теперь не требует капремонта? А если требует, то когда и что мы с этим будем делать? Объект закрыт, чтобы не исключить ситуацию аварийности. Напомним, ремонт Краеведческого поставили на паузу из-за низкой стоимости контракта. Ни одна подрядная организация не пожелала участвовать в Тарган. Изначально музей собирались отремонтировать к его 200-летнему юбилею, который будет отмечаться в этом 23-м году. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи! Продолжение следует...